Здесь оттепели боятся больше, чем морозов, а по весне и осени страшнее всего заболеть, когда их топят. Сюда, в село Кият, не заехать ни одной скорой. Ни по дороге, из-за глины в это время всегда бездорожье, ни по новому мосту. С дождями и в паводок он уходит под воду. Дороги нам приказано из этого моста два сделать. Где теперь второй мост, может быть, знают строители, но жители прелести и такой экономии на себе так и не ощутили. Мост тонет, оказалось, что так и положено, объясняют в районном исполкоме. В Гуинском районе два подтопляемых моста, они сделаны согласно проекту. Кирилл моста опускается и вода проходит поверх моста. Ледостав уходит, вода понижается уровень, дороги открываются. Только ледостав ушел, а вода все еще стоит, и Кият по-прежнему отрезан от цивилизации. Три села страдают ведь, но легче, наверное, же дорогу тогда хотя бы сделать бы. Хотя бы на такой случай, потому что мост, я понимаю, это никогда не построят. Некоторым нужно в больницу, в районный центр. Многим нужно по другим вопросам, которые связаны с недвижимостью оформления, земель оформления. Там тоже сроки, люди не могут выехать. Остается ждать ухода воды. Пока же в сельском поселении предлагают другой путь решения. Рядом есть объездная. Кият, Кугольна, Тоншерма, но на ней во время дождей очень тяжело ехать. Легковые не могут проезжать. Только можно проехать на УАЗике или на тракторе. Как нам сказали в исполкоме, мост уж точно не сделать выше. А вот дорогу улучшат. На объездную должны постелить асфальт. Работы планируют до 2020 года. Рамиль Шайдулин, Камиль Миннигалеев, ТНВ, Буинский район.